Приветствую всех любителей шахмат! В данном ролике мы рассмотрим партию третьего чемпиона мира Хосе Рауля Капабланки. Данную партию он сыграл против Малины Каранцы в Бонус Айресе в 1911 году. А перед началом выпуска я хочу выразить благодарность за продление платной подписки Нивелу Тамплиерову, а также Петровичу 07. Итак, Каранцы открывает игру ходом королевской пешки. Черный отвечает защитой Каракан, белый захватывает центр, черный нападает на пешку Е4, белый защищается, попутно развивая фигуру. На доске получается классический вариант данного дебютного построения. Капабланка нападает на коня, конь контратакует слона, и после отступления этого слона самым популярным является движение пешки Аш с целью захватить пространство на королевском фланге. Но белый применяет другой вариант, слон С4. Так время от времени любил играть Михаил Таль. Хосе Рауль открывает диагональ чернопольному слону, и здесь белым необходимо было пойти конь Е2 с идеей конь Е4, ферзь Е2 навалиться на пункт Е6. Но Малина Каранца делает совершенно невразумительный ход слон Е3. Непонятно, зачем здесь слон расположен. Черный развивает коня, белый готовит рокировку и следует продолжение конь Д7. Белый уводит короля в безопасное место, черный также хотят рокировать, и здесь белым необходимо было осознать, что дебютное преимущество упущено, и поменять белопольных слонов ходом слон Д3. Вместо этого они сыграли Ф4, ослабляя катастрофический пункт Е3. И Хосе Рауль сразу использует это обстоятельство, нападая на слона. Малина защищает слона ферзем, черный нападает на белопольника, и здесь вне зависимости, куда уходит этот слон, белые несут материальные потери. Ну скажем, на отступление слона на поле Д3, черный играет конь Д5, создавая еще одно нападение на чернопольного слона. После отступления меняется предварительно на поле Д3, а затем выигрывает пешку на Ф4. Ферзь Ф3 не помогает, поскольку у черных находится продолжение ферзь А4 с угрозой мата в один ход. И на оборонительное А3 черный успеет поменяться на поле Ф2, затем забрать коня на Ж3 и в целом остаться с лишним материалом. В партии Каранца предпочел уйти слоном на поле Б3, но пропускает удар хоботом. Черный жертвует время на фигуру, выясняется, что на взятие слоном черный играет конь С4, это вилка, и затем они отыгрывают фигуру на поле Е3, оставаясь лишней пешкой и огромным преимуществом. Взятие ферзем также плохо, поскольку черный пробивает на поле Е3 и выигрывает качество. Поэтому белые в промежутке решили контратаковать коня на поле Ж4. Капабланка меняется на Е3, затем меняется на поле Б3 и делает рокировку в короткую сторону. Итак, в результате дебютного сражения черные остались с лишней пешкой, кроме всего прочего, у белых куча слабостей. Изолированная пешка на поле Д4, а также слабый комплекс черных полей в позиции белых. Малина сразу защищает изолированную пешку Ладье, черный освобождает вертикаль для своего ферзя, следует продолжение Ф5, попытка обострить борьбу. Но черный предлагает размен ферзей. Судя по всему, белым стоило поменяться на поле Е6 для того, чтобы также образовать сопернику изолированную пешку. Так, после удара на поле Б3 и взятия на Е6, у черных изолятор на поле Е6. Но Каранца сыграл иначе. Он нападает на ферзя конем, Капабланка меняется на поле Б3, а затем предлагает еще и размен коней с угрозой коневой вилки. Видимо, белые должны меняться теперь на поле Д5, черный пробивает пехотинцем, и дальше слон переходит на Ф6 для давления на изолированную пешку. Белый предпринимает жалкие попытки мутить в воду, черный играет слон Ж5 на ответное Ж4, устанавливает Ладью на открытую линию, белый начинает борьбу за эту открытую линию, черный объявляет шаг и затем играет Ладья Е4. Идея Капабланка ясна, он хочет сдвоиться по открытой линии, если, к примеру, напасть здесь на Ладью, то черные могут провести комбинационный удар Ладья Д4. Дело в том, что белые не могут взять на Е3 из-за провисания Ладьи. Ну а в случае размена белых на поле Д4, у черных уже две лишние пешки. Ввиду этого, Малина пошел король Ф3, нападая на слона, черные сдвоились, белый атакует Ладью, следует шаг с поля Ф4, затем шаг с поля Ф2, и на отступление короля черный играет король Ф8, защищая Ладью на поле Е8. Белый нападает на слона, этот слон отступает на поле Ж5, следует размен на поле Е8, нападение на Ладью, черный забирает пешку на поле Б2 и получает уже две лишние пешки в окончании. Еще, сделав ход, конь Ф1, получив в ответ Ладья Ф2, белый сыграли Ладья Ф3, черные напали на пешку Д4, и белые признали себя побежденными. У черных здесь много путей достижения победы, они могут отправиться королем на ферзовый фланг, атаковать слабости, либо сыграть А5, А4, разменять пешку Б3, и затем использовать свое численное большинство на ферзовом фланге. Если вам понравилось данное видео, предлагаю поставить лайк, кликнуть на изображение коня, ударить в колокол в силу уведомления, и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok